Поехали! Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Сергеем Горчаковым, известным в интернете, как и Артур, да и не только в интернете, как и Артур. И это один из создателей знаменитой мастерской «Мир гуслей». И сегодня мы поговорим о том, что случилось с этой самой мастерской и поговорим о том, как и что нам делать. Здравия тебе, Сергей! Да, здравствуй, Алексей! Значит, сначала расскажу, наверное, о том, что это вообще, может быть, не все в курсе, что это за мастерская. Значит, сегодня в августе мы как раз праздновали пятилетие нашей мастерской. Она, значит, находится в Тверской области в селе Пушкино. Это родина, скажем так, моих предков. В свое время, там, в 2009 году я уехал на постоянное место жительства из города Санкт-Петербург, вот в это родное село. Отсюда у меня там бабушка, прабабушка, ну, а более дальние родственники, они там с соседней деревни, 12 километров отсюда. Вот. Значит, спустя, там, в первом же 2009 году я побывал на первый раз жизни на традиционном празднике на Купале, вот. И, в общем-то, там я, так сказать, косвенно познакомился с традиционной культурой. Увидел, что это такое, увидел людей, там, водящих хороводы, которые поют традиционные песни. Первый раз увидел, как живую поют. И с этого момента, так скажем, началось мое погружение вот в эту традиционную культуру. Вот. Я, значит, остался жить постоянно вот в этом своем родном селе и в течение там что-то изучал, пытался как-то зарабатывать деньги. Начал, начали мы изготавливать ульи для пчел. Потом, значит, еще занимался немножечко автомобильным бизнесом. То есть, я бывший автомеханик и раньше занимался. Сначала работал в автосервисе, а потом перешел, ушел оттуда и начал заниматься перепродажей автомобилей. Там их сам подделал, подкрашивал, перепродавал. Вот. Ну, дело очень неблагоприятное. И, скажем так, когда продаешь машину, ты понимаешь, на какой, так скажем, геморрой ты обрекаешь этих людей. Потому что, ну, все-таки машины старенькие. И они, как бы, ну, не делают жизнь человека, ну, скажем так, хорошей. Потому что он купил машину, и после этого он вынужден ее ремонтировать и так далее. И такой момент, что, чтобы заработать на этим денег, не получается ее сделать хорошо. Потому что, если ты ее сделаешь хорошо, скажем, там, потратишься на хорошую краску, переваришь ее всю, да, сделаешь, вот, как положено, то она будет намного дороже рынка, и у тебя ее просто не купят. Поэтому, ну, некий такой, скажем, ну, постоянный обман. То есть, ты продаешь машину, говоришь, что она хорошая, а сам понимаешь, что все-таки она там через пару лет сгниет. Вот этот диссонанс такой в душе у меня был, и я думаю, блин, ну, почему, как, как? Ну, так как ничего не умел делать, вот, приходилось такой ерундой заниматься. Вот. Поэтому у меня уже давно в голове зарождалась вот эта идея что-то производить, чтобы ты, скажем так, продаешь либо свой товар, да, даешь людям его, и он потом всю жизнь, ну, как сказать, радует человека, он берет, например, гусли, да, берет, и он вспоминает о тебе добрым словом, а не садиться в машину, которую ты ему продал, он там вспоминает о тебе, блин, ну, надо такую машину хреново втюхал. Поэтому я там допродавал свои машины и ушел от этого бизнеса, перестал этим совершенно заниматься, продажей автомобилей, перепродажей, и начал производство ульев. Так у нас появился новый круг общения, ну, с этими людьми, так скажем, сельскими, которые, ну, как раз за экологическое, за чистое, то есть за натуральный мед, вот. Ну, и так как было очень сильное желание что-то мастерить, научиться делать что-то руками, вот у меня зародилась идея, сделав первый инструмент – гусля. И, по-моему, как раз на купальне спустя несколько лет я там увидел Алексея Блинова, Бахаря, и он мне, у него в руках увиден инструмент, и он мне такой говорит, типа, приходи ко мне в мастерскую, сделаешь первый гусля. Я такой, ну, как? Это же, наверное, единицы там делать могут сделать этот инструмент. Ну, такой стереотип в голове был. Ну, я к нему, к сожалению, так и не попал, не пришел, но сам начал, взял стамеску, тот инструмент, который был под рукой, взял и начал делать, и первый инструмент у меня кое-какой получился. Вот, смотрел, была фотография, как его делать. А мастерская зародилась уже позже, когда я познакомился там с Ильей Харамеевым, и мы, я ему показал первый, ну, там, не первый, один из первых инструментов, он посмотрел, говорит, ну, это круто реально, то есть, это надо делать. Я говорю, слушай, а сколько стоит? Он говорит, ну, где-то тысяча рублей за струну, если 9 струн инструмента, то это 9 тысяч. А это было, ну, совершенно другое время, тогда эти были серьезные деньги, да и сейчас это приличные деньги, 9 тысяч за инструмент. У меня получилось, появилась идея, говорю, блин, надо там делать их по 2,5 тысячи, чтобы люди брали, потому что желание было огромное за ним играть на гуслях. Возможности, к сожалению, не у всех были купить такой дорогой инструмент. Да и мастеров было с гульки нос, то есть, были хорошие мастера, но они делают 2-3 инструмента в месяц. Я говорю, я подумал о том, что о гуслях должны знать в России так же, как и о кантелях знают в Финляндии, грубо говоря, каждый русский человек должен хотя бы иметь представление о том, что это за инструмент. И поэтому спустя какое-то время мы вот это, не производство, скажем так, а мастерскую наладили, у меня было еще подчинение один мастер, которого я взял со школы местной, с деревни. И мы начали там производить, делать на двоих, ну, сколько-то инструментов, 20-30, продавать где уже. У нас быстро все распространили информацию, стали покупать партлёрные коллективы. В то время, к сожалению, мы делали инструменты невысокого качества, потому что не было понимания вообще, как достать звук из инструмента, какие материалы нужны были. Но в течение пяти лет всё шло, развивалось. И вот в 2017 году у нас уже в команде было порядка 15 человек, из них 8 мастеров, и мы делали более 150 инструментов в месяц, ну, и, соответственно, их все реализовывали. Вот. И, ну, вот такие вот объемы. Вот. И на самом деле это мало, потому что у нас задачи вообще другие, чтобы там производить, грубо говоря, полтысячи инструментов в месяц, потому что Россия страна огромная, и гусли, они не оставляют никого равнодушным. Просто обычного человека, когда начинаешь заигрывать, да, он вообще не имел ни отношения ни к музыке, ни там, к фольклору, ни к традициям. Он просто слышит звук, особенно если ты ему ещё и дашь самому поиграть. Он, блин, это моё, это круто, потому что это намного проще, чем гитара. Это, ну, вообще проще, чем, скажем так, азы, азы игры на гуслях очень просто получить. То есть это может вообще каждый, каждый, кто до этого даже не имел вообще никакого отношения к музыке. Вот. Поэтому это волшебный инструмент, о нём должны знать все. И да, ну, мы там были вплоть до того, что на поле чудес прям всей гусляры сначала была Лера Шапартова, фольклористка, девушка, она сыграла на гуслях. Потом позвали меня, я тоже сходил туда, поиграли на гуслях, спели современные песни. Потом Евгений Летошников, тоже гусляр с Москвы, наш представитель. Он вообще выиграл поле чудес. Вот. Это все видеоролики, они, можно их найти в интернете, посмотреть. Вот. И поэтому, ну, так, о гуслях, скажем так, о том, какие они должны быть, о них узнали, ну, большое количество людей. Вот. Это, если так коротко, о нас. Замечательно. Очень прям открывается сердце на твои слова, когда ты рассказываешь о своих деяниях, о своих чаяниях, о желании, чтобы гусли звучали не просто в руках каких-то чудо-баянов, а чтобы они звучали по всей Руси в каждой семье. У меня прям раскрывается сердце на каждое твое слово. Так воодушевляюще звучит. Теперь давай перейдем к грустному. Что произошло с мастерской? Когда это произошло? Какие версии? И дальше будем смотреть, что нам дальше всем делать, всем миром, как восстанавливать и чем помогать. Значит, Алексей, смотри, еще важно, что сказать, немножко забыл, что мы трудимся на селе, и здесь местные ребята. То есть, это мастера, которых я приобщил, научил с нуля изготавливать гусли. То есть, у меня там один из работников, например, бывший сварщик, второй там бывший охранник. Всех я научил, и уже сейчас даже это не требуется. Когда приходит новый мастер, их учат уже ребята, которых научил я делать инструменты. Они все очень талантливые, они в прошлом музыканты. Ну, многие музыканты из них. Поэтому мы обеспечиваем, как бы, это не просто, ну, скажем так, надо понимать, что это не бизнес какой-то, да, что если бы мы хотели заниматься бизнесом, мы бы производили что-то другое, то же самое мебель. А мы, да, действительно за идею. Поэтому, наверное, сердце действительно, как ты говоришь, открывается на эти вот, на наши действия. Ну, это, в общем-то, и как показывает сам народ. Но сейчас мы к этому перейдем потихонечку. Вот. Поэтому, как бы, что случилось грустного? Недавно наша мастерская вот такая вот беда постигла, что у нас она сгорела. Это было в ночь с 21 на 22 января. Вот. Ночью в 3 часа ночи меня разбудил отец. Говорит мастерская, кричит, горит мастерская. Я вскочил, пытаясь набрать пожарную. Да пожарная не дозвонится, потому что элементарно не знаешь, какой номер пожарную. Все набирают 01, а я такого номера в принципе нету. Я там позвонил к своему напарнику, вот. Говорит, срочно вызывай из этого пожарную. Вот. Благо, что это моя мастерская, моя находится, как бы, ну, на территории нашего участка, деревня. Вот. И, значит, мы тушить было уже бесполезно, потому что, потому что уже пламя такое было сильное, и была открыта дверь, и оттуда прям яркий, яркий огонь полыхал. И в окно было видно пожар, прям такой огонь. И туда уже, к сожалению, было не пройти. Есть фотографии в интернете, которые, там кто-то у меня, Гоша, младший брат, сфотографировал. Вот. И быстро подбежали, подтянулись люди с села, кто-то, кто услышал, увидел, все-таки ночь была. Вот. Уже хорошо, что склад стоял в стороне, и мы начали вытаскивать те инструменты, которые стояли на складу. Вот. Инструменты мы вытащили, конечно, многие там поцарапали, вот. Но, тем не менее, мы вот это вот вытащили. А вот основной, весь инструмент, станки, малярное там оборудование, заготовок, наверное, более чем на 200 инструментов было сделано, материал, там в одних дек было только 700 штук на 700 инструментов. Доски, там, кедра на, ну, на корпуса. В общем, колков, там, струны, ну, короче, еще самое важное, что сгорело, это все наши наработки за года. То есть, разные шаблоны, то же самое, струнный станок, который мы там разрабатывали, делали. Ну, очень-очень много чего сгорело. Ущерб там, ну, по минимуму на 2 миллиона, это так, по минимуму. Вот. А если это все считать как восстанавливать, то там, конечно, гораздо больше. Вот такая беда у нас случилась. Вот. И был прям очень сильный шок, что делать дальше, первый день, вот 22-го числа. Ну, как, у меня 15 человек, которые кормят там свою семью, да, у которых там дети многих. Вот. И они, в общем-то, не хотят идти там работать на стройку или еще куда-то, потому что они, ну, всем сердцем работали здесь и делали вот эти инструменты для людей. И, конечно, это было тяжело в первый день. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, есть какие-то версии возгорания? Что сказали, может быть, пожарные, которые приехали? Или, может быть, кто-то что-то видел, наблюдал? Может быть, с кем-то кто-то повздорил? Бывает такое. У нас, к сожалению, мерзавцев много. Может, кто-то отомстил? Алексей, значит, рассказываю тему такую. Значит, ну, как бы, какие здесь предположения? Скажем так, экспертиза еще делается. Буквально сегодня мне звонил следователь, ну, не следователь, кто там в МЧС у них. Вот. Он нас на допрос вызывает себе в кабинет. Значит, приехали МЧСовцы, они начали копать, и они, говоря, ну, то есть, опрашивать нас, какие, как бы, подозрительные моменты. Первое, что было открыто, дверь, которая была на пружине. Вот. То есть, она распахнута. Я сам уходил из мастерской полдесятого вечера, все, естественно, закрывал, свет выключал. Единственное, что не выключается, вот у нас один провод идет на склад шоу. Для, ну, то есть, там, небольшой обогреватель стоит для поддержания температуры. В деле, хранятся инструменты, потому что там важно, чтобы была влажность и одинаковая температура. Вот. Единственный провод. А так все остальное, в общем-то, выключено, поэтому возгорание, ну, блин, от проводки, тем более, что проводка вся была новая, блин, ну, практически нереально, потому что, ну, мне кажется, что это не является причиной. Вот. Второй момент, они все-таки начали копать, и говорят, что это, скорее всего, был поджог. Они привезли аппарат, такой, который расломали фундамент, и там они нашли горючие как бы остатки вещества, то есть типа бензина или что-то такое. Естественно, в мастерской у нас такого не было, что могло это быть только лак, но и то в малярном. В малярке, они вот здесь в стыку, не в столярном стыку. Вот. И поэтому до конца причину я сам не знаю еще до сих пор. Вот. Сейчас этим занимаются следствия. Вот. Мне, конечно, в идеале, чтобы это оказалось, что это просто случайное, там, какое-нибудь возгорание проводки, неисправности какой-нибудь, какие-нибудь китайские автоматы или еще что-нибудь, да. Вот. Потому что, ну, не хочется врагов, что нифига себе, кто-то у тебя пришел и спалил. От себя могу сказать так, что, ну, кто нас знает, мы довольно-таки такие добрые люди и со всеми общаемся, дружим, и в деревне нас хорошо знают. То есть, здесь отсюда родом, то есть, все мои предки, отец здесь прожил. То есть, мы нас очень, мы очень хорошо нас знают и ни с кем никогда не спорили, не издорили и ни с кем не конфликтовали, ну, скажем так, до такой степени, чтобы нас пришел и кто-то сжег, споджег. Но говорят, когда есть человека, которого ты ожидаешь, скорее всего, он этого не делает. Поэтому, ну, не знаю, там разные мы причины предполагали. Может быть, просто какая-то элементарная зависть. Говорят, что там, например, в деревне такое может практиковаться, что человек просто завидует, он, ну, как говорит, поговорка какая говорится, хрен с ним, что у меня, да, корова умерла, главное, чтобы у моего соседа умерло две. Вот, и в деревне это раньше жила, и это еще немножечко осталось. Вот. Ну, честно говоря, вообще не на кого подумать. Вообще. То есть, ни одной версии, мы уже голову переломали, точнее, версии были какие-то, мы даже там ездили, может, они, ну, они все просто рассыпаются. Поэтому, в этом плане мы ждем, скажем так, экспертизу, когда они постановят, скажут, что это был поджог. И уже само следствие будет разбираться. Но я, к сожалению, не знаю, кто это мог сделать, и вообще даже не предполагаю, зачем, для чего, потому что мы, в общем-то, занимались очень добрым делом, мы там дарили инструменты, то есть, нас знают по всей России, мы занимались благотворительностью всю жизнь, дарили инструменты детским домам, всех приобщали, там, многодетным семьям, ну, и кто к нам обращался. Поэтому мы, в общем-то, такие добродетели, вроде ничего плохого не делали в жизни. Да, ты знаешь, иногда негодяям доброе дело других все равно, что кирка в голове, или как яд. Поэтому здесь надо смотреть, наверное, не на тех, которые живут рядом с тобой, а те, которые смотрели со стороны на твое движение, и вообще на движение, может быть, всего славянского мира, и понимали, что гусли – это одно из пробуждений, потому что гусли – это то, что будет в наши сердца. Это тот инструмент исконный, который всегда позволял нам оставаться теми, кем мы всегда были. Вот это очень важно. То есть самоорганизация, самовосстановление, самопознание. Но это моя точка зрения, потому что, я думаю, вряд ли новая проводка сама принесет бензин или там еще что-то, сама раскроет дверь и сама же себя подпалит. Так что вопросов здесь пока много, я не хочу делать каких-то предположений на кого-то указывать, но мерзавцы, к сожалению, пока еще присутствуют и негодяи. Но с другой стороны, моя личная практика показывает следующее – все, что не делается, делается к лучшему. То есть у вас было желание производить больше инструмента и качественнее. Вам, скорее всего, не хватало самого помещения, то есть объемы помещения уже себя съели. И вполне возможно, что вы готовы были вот так в мыслях на это, но физически чего-то не хватало. Может быть, денег, может быть, желание, может быть, текучка. И иногда руками негодяев высшее провидение божественное наших светлых богов делает вот такое сначала указание, которое позволяет что-то осознать. А если не осознается, то делать просто «да вот, давай так вот раз» и все сдвигаем. Может быть, как раз это и был тот самый не пендаль даже, а решение за вас, что пора, ребята, развиваться уже по-новому, более широко, более правильно, а не сидеть в маленьком домике, который вот сдерживает ваше развитие. И поэтому пришел такой вот, может быть, самый-самый подлый, самый-самый гадкий человек, но при этом сделал то, на что вы не решались. И теперь вас узнали еще больше людей, теперь соберутся те финансы и средства, которые позволят расширить производство и снабдить большее количество добрых людей добрым инструментом. Я вот так на это смотрю. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Алексей, совершенно верно все говоришь, я прям готов подписаться под каждым твоим словом, потому что, как я уже говорил, первый день это шок, я говорю, блин, лучше бы там машину разбил, еще что-то, но не лишиться вот этого, как так, куда сейчас людей отправлять на работу, весь этот коллектив, всю свою команду, которая собирала много лет, придется как бы распустить, и что дальше, как заново, опять с нуля. Вот, и к вечеру я уже совершенно успокоился, потому что, ну, первое, что, ну, как бы близкие люди, которые мне позвонили, например, там тот же самый брат, да, он говорит, слушай, ну, тебе пора, это должно было произойти в твоей жизни, потому что ты застоялся, это застой, и то есть нужно опять, скажем так, начать с белого листа, но уже совершенно с другими целями, совершенно с другими задачами, и мыслить намного глобальней. Потом, это первый момент, да, то есть обновление какое-то внутреннее, да, самого себя, вот, что совершенно другие взгляды уже открылись тебе. Вот, это первый момент. Действительно, я застоялся, я уже как бы, ну, как бы, скажем так, чтобы, как ты и сказал, широко шагнуть, действительно, не хватало материальных средств, вот, и кроме того, нас же особо никто не поддерживал, то есть это все создал я от начала до конца, сам, да, с нуля, и мы там не брали ни у кого-то денег там на вот это вот создание, да, то есть я все там с копейки, грубо говоря, когда-то мне было не на что купить продуктов, да, там несколько лет назад, да, я там делал эти инструменты, вот, ну, то есть были ужасные условия жизни, еще одна деревня, то есть это, вот, то я сам потихонечку, потихонечку дорос до какого-то уровня, что мы платили зарплаты 15 человекам, как минимум, вот, а нас знали во всей России, вот, и когда это произошло, у нас такой резонанс в Тверской области случился, потому что мне кто только не звонил, мне звонили турист, министр туризма, со мной связывался министр промышленности, губернатор Тверской области Руденя, он на своем собрании дал, так скажем, распоряжение, ну, как-то отреагировать на случившуюся ситуацию и помочь миру гусли, чтобы они восстановились, и они задавали один вопрос, а почему мы вообще не знали, что в Тверской области делаются гусли, как-то так, что произошло, ну, вот, видите, действительно нужно было, наверное, чтобы случилось такое, чтобы о нас узнала, скажем, вся местная администрация, и теперь за нами активно наблюдает. К сожалению, с их стороны пока материальных, материальной поддержки или какой-то не было, но тем не менее мы отправили им, что нам нужно там, то есть из Министерства промышленности с нами связывали, говорили, ну, вот что нужно, там газосиликат, еще какие-то оборудования, можете нам предоставить, не оборудование, а для строительства, материалы для строительства. Вот, ну, ждем ответа, может быть, все-таки они, как-то администрация отреагирует. Вот, ну, что самое важное, как повели себя люди, вот, потому что, если ты видел, да, Алексей, люди, что у нас четыре с половиной тысячи репостов, это произошло, две тысячи репостов было через два дня, все начали писать, у меня телефон просто не выключался, я там не успевал отвечать, звонить, все поддерживали, говорили о том, что ты только не бросай, ты только продолжай, там, поддерживать начали нас активно деньгами, скидывать деньги, ребята куча пишут, много ребят звонили о том, что приезжайте к нам в мастерскую, то есть в солярный цех, и продолжайте у нас делать, но, к сожалению, мы не можем там, что у нас все мастера здесь, если мы же не поедем в Москву, 15 человеками работать туда, вот, значит, поднялась такая шумиха, которая вообще на всю Россию, а нас узнали просто все, вот, и, наверное, это действительно такое падение перед сильным взлетом, как я думаю, вот, и тут вот большая благодарность людям, потому что я лично сам не знал, что у меня столько друзей, и столько вообще поклонников, которые просто готовы, не знаю, поддерживать нас, приехать сюда, работать вместе с нами, вот, в эти выходные уже приедут ребята из Москвы, там, окрутники, которые будут помогать заливать фундамент, и так далее, вот, кроме того, команда моя не ушла, все мастера, которые работают у меня, они сказали, не, мы до конца, мы здесь, мы с тобой, несмотря на то, что у них сейчас финансовых возможностей, да, ну, то есть, вообще ограничено, вот, они говорят, мы здесь, мы с тобой, и никто никуда не ушел, не дернулся, а в данный момент, вот, прямо в эту минуту, они сейчас там, на объекте, подготавливают под фундамент, вот это, под новое здание, поэтому, действительно, все, что не делается, все к лучшему, это обновление, и сейчас у нас совершенно другие идеи, немножечко расскажу, то есть, мы строим сейчас, заливаем фундамент под помещение 12 на 9, то есть, это будет двухэтажное каменное здание, общей площадью 220 метров, там будет, уже планируем покупать там, совершенно, там, оборудование, вот, ну, как будет финансовая поддержка идти, я думаю, что все будет хорошо, вот, и еще важный момент, что вот министр туризма с нами связался, он говорит, вам нужно строить обязательно музей, поэтому на территории здесь мы собираемся пойти, взять участок в аренду, и на этой, на вот этом участке построить в дальнейшем музей, вот, но это все зависит от финансовых каких-то, финансовых возможностей, от того, как нас сейчас поддерживают, вот, значит, музей будет, туда мы выложим все экспонаты, все реконструкции тех инструментов, которые были найдены в России, также, возможно, там и той же Финна Угров, ну, еще подумаем, что у нас там будет, вот, и министр туризма сказал, что они будут отправлять к нам прямо автобусы, чтобы они приезжали, платили деньги за вход, да, походили на экспонаты, они могут зайти, зайти на производство, посмотреть, как работают ребята, вот, поэтому здесь будет, мы надеемся, такая прямо родина гусли, и тверские гусли, они будут ассоциироваться со временем у всех, как тульские пряники, и о них узнает просто вся Россия, вот такие у нас идеи. Класс, здорово, я надеюсь, позовешь на открытие? Да, на открытие, на открытие даже, вот, есть такой актер Андрей Мерзликин, который в Бумере снимался, если помните, он, вот, он, значит, поддержал нас тоже, он сделал пост у себя на странице, и, и, даже позвонил губернатору Тверской области, заместителю губернатора Тверской области, и тоже сказал, чтобы нам обязательно помогли, помогите, говорит, я от себя могу тоже, ну, как-то помочь вам потом, в дальнейшем, если вы поможете восстановить мастерскую Мерзликин. Поддержал нас финансово, тоже перевел 10 тысяч рублей, ну, вот, я думаю, что его там друзья тоже нас поддерживали, пересылали денежки, вот, и поэтому мы всех приглашаем, всех, не всех, все, наверное, не влезут, но славянское радио обязательно приглашаем на открытие, и, я думаю, туда приедут и министры, может быть, ну, губернатор навряд ли, но заместитель губернатора Тверской области точно приедет. Замечательно, ну, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, сейчас надо много что разобирать, осмысливать, делать проект, ставить его и так далее. со своей стороны, естественно, я приглашаю тех, кто не безразличен, во-первых, помочь финансово, я думаю, что строительство дома, если делать его правильно, не просто на скорую руку, а делать его основательно, это миллиона три, а может быть, и чуть побольше, такой площади, как 200 квадратов, это, если правильно, опять же, еще раз сделать, под ключ, это как минимум три миллиона, плюс ко всему, это надо восстанавливать оборудование, которое на два миллиона, мы посчитали уже на два миллиона оборудования, еще на несколько миллионов нужно заказать материалов. Да, так что здесь не просто так полтора миллиончика собрать, здесь шесть, семь, а то и восемь миллионов нужно собрать для того, чтобы воплотить в мечты, которые сейчас Сергей обозначил, чтобы эти мечты стали явью. Со своей стороны, весь коллектив Народно-славянского радио присоединяется к этой акции, к этому направлению, то есть, вот под этим видео мы разместим все твои реквизиты и, мало того, везде, где возможно, распространим, предлагаю всем распространить это видео, эту запись, для того, чтобы все знали, что это случилось и необходимо всем миром, всем славянским, всем славяно-русским, славяно-арийским, хотите сейчас называйте, неважно, как вы себя называете, всем миром это создать, потому что это центр, это центр нашей культуры, это та артель, которая показала свое производство, которая показала свое творчество, показала свое умение, это не просто бла-бла-бла на тему каких-то там культурных ценностей, это руки, которые эти ценности производили, это головы, которые об этом мыслили, ребятушки, но неужели мы не поддержим это, если каждый сбросится небольшой суммой, не надо последний от себя отрывать, небольшой суммой, но всем миром, то в этом случае тут не то, что там 6 или 8 миллионов, здесь будет возможность сразу заложить и музей, сразу его забить экспонатами, сразу запустить производство, давайте поддержим, давайте поможем, под этим видео мы выложим все реквизиты, которые ты укажешь, для тех, кто сомневается, потому что есть такие люди, уже мы помогали некоторым людям, а вот там вы указали реквизиты, а вот вдруг это афера, так вот, всем сообщаю, если вы хотите знать афера это или нет, попробуйте хотя бы один рубль перевести и там сразу сплывет фамилия ответственного лица, на которого оформлены эти карты, счета и так далее, чтобы вот дальше не гнусавить вам, не сидеть о том, кто там вас кидает, аферисты и так далее, то есть все будет выложено так, как Сергей укажет. Ну что ж, сердце радуется, что у тебя появилось много друзей, о которых ты не знал, вернее, ты узнал о друзьях, которых просто не догадывался, вот это самое важное, что резонанс пошел, как это в гусле, когда вот дергаешь все струны, лад настроен и сразу идет резонанс, сердце так воспаряет, сразу открывается душа, вот такой же резонанс пошел по всей Руси, матушке, и не только, я думаю, в Руси, но и за границей, а если учесть, сколько в месяц производилось гуслей и сколько людям ты дал добра, сколько вся твоя группа, твоя артель подарила радость и счастье, причем не драл, я знаю людей, которые дерут конкретно за гусли, слово гусли для многих это такое что-то очень дорогое, что-то элитное, прям хоть малиновый пиджак одеваю с такой золотой цепью и после этого, как кот ученый, на этих гуслих брончи-дрынчи, так вот, здесь другая совершенно ситуация, так вот, я посчитал и примерно, если каждый из тех, кто владеет этими гуслями от вашей мастерской мир гусли, даже если, ну скажем так, по 200 рублей, по 250 сбросятся, то здесь уже достаточно большая сумма набирается, так что друзья всегда доказывают свое дружеское отношение не просто словами, а и делами, друг познается в беде, вот как раз сейчас такая ситуация, есть возможность всем миром вывести на новый этап развития вот эту замечательную артель, мастерскую мир гусли, друзья мои, подсоединяйтесь, я с своей стороны сделаю все, что возможно, и в заключение, что-то доброе нашим слушателям, зрителям, скажи от себя. Алексей, даже я бы сказал так, у нас амбициозные цели, не мастерскую уже, а уже мануфактура мир гусли, которая будет называться не, как она называлась там, Горчаков Сергея, а народная мануфактура мир гусли, потому что она будет настроиться на народные деньги, это уже, ну, такое будет достояние, достояние русского народа, вот, ну, и не только русского, потому что нас поддерживают и за рубежом, и вообще, ну, все жители России, поэтому я низкий поклон всем, кто нас слушал, вообще, большая благодарность славянскому радио, вот, за такое мероприятие, вот, большое спасибо, что вы нас поддерживаете, потому что, ну, честно говоря, был хоть плач в первый день, вот, но когда я почувствовал такую поддержку, то сейчас я просто в 7 часов утра уже на ногах, не потому что мне надо встать по будильнику, а потому что я не могу уснуть, у меня большая ответственность перед людьми, я продолжаю, делаю, делаю, работаю, работаю, и все мои ребята также, поэтому всем удачи, большое спасибо вам за поддержку, и всем добра, играйте на гуслях. Здорово, как ты сказал слово народное, мне прямо вот резануло в очередной раз, у нас сегодня прям как будто мы играем с тобой на гуслях, только не на деревянных, а на сердечных гуслях, потому что есть проект Народное славянское радио, который также народом поддерживается, он доказал то, что народ может поддерживать. Ребята, вот еще один вариант народного, народного проекта, народной мануфактуры Мир Гуслей. Быть этому, быть, это необходимо, пришло время, мы должны осознать, что мы единый народ, и только вот такие народные проекты способны доказать реально, что мы единый народ, не какие-то свиньи подзаборные, Ивана, не помнящие родства, а мы тот народ, который помнит свою культуру, который ее продвигает, который создает тот мир, в котором мы хотим жить. Вот это очень важно. Очень важно сейчас пришло время становиться хозяевами на своей земле, мастерами, теми, кто знает, что такое наша культура. Ну что, Сергей, низкий поклон тебе за то, что поучаствовал в этой записи. Я очень рад, что мы ее сделали, и очень рад, что такие далеко идущие планы, мечты, которым суждено, на мой взгляд, превратиться в реальность. Благодарю тебе, низкий поклон. Желаю, друзья, всем добра. С вами было Народное славянское радио Алексей Орлов, Сергей Горчаков и Артур. Быть добро, увидимся, и услышимся. Всего доброго, до свидания, спасибо. Народное славянское радио Возрождение Руси